Стоит тебе закрыть глаза, как начинаются приключения сна. Эти проблески, хотя термин проблеск, к ним совсем не подходит, обладают любопытной особенностью ускользать от взгляда. Отныне ты имеешь дело с неким подобием полосатой серости, которая по-прежнему принадлежит все тому же пространству, кое-как продлевающему плоскость твоих ресниц, но похоже деформированному так, что оно постоянно заваливается влево. Ты можешь его разглядывать, изучать, не нарушая всей картины, не вызывая немедленного пробуждения, но это не представляет никакого интереса. Ты сидишь в своей каморке на узкой кушетке, которая служит тебе кроватью, а у тебя на коленях книга Раимана Аарона об индустриальном обществе, открытая на странице 112. Все начинается с некой томности, усталости, как если бы ты внезапно осознал, что уже долгое время, в течение многих часов, ты – жертва скрытого, сковывающего, пусть почти неболезненного, однако невыносимого недомогания, и почувствовал вялое, приторное ощущение, что ты – существо без мышц и костей. Позже наступает день твоего экзамена, но ты не встаешь. Это не умышленный поступок, впрочем, это вообще не поступок, а отсутствие поступка, поступок, которых ты обычно избегаешь. Накануне ты лег рано, твой сон был спокоен, ты завел будильник, ты услышал, как он зазвонил, ты дождался, пока он отзвонит как минимум несколько минут, ты уже проснулся от жары или от света, от шума молочников или дворников, а может, от ожидания. Твой телефон звонит, но ты даже не шевелишься и продолжаешь лежать в кровати, ты закрываешь глаза. В соседних комнатах начинают звонить другие будильники, телефоны. Ты слышишь, как льется вода, закрываются двери, раздаются торопливые шаги на лестнице. Ты не двигаешься, ты не двинешься с места. Возможно, кто-то другой, твой двойник, твой призрачный педантичный заместитель, выполняет за тебя, одно за другим, действия, которые ты перестал выполнять. Он встает, умывается, бреется, одевается, выходит. Ты уступаешь ему право промчаться по лестнице, пробежать по улице, запрыгнуть в отъезжающий автобус и в указанный час, на последнем дыхании, торжествуя, подойти к дверям аудитории. Аттестат о высшем образовании по специальности «Общая социология». Первый тур – письменный экзамен. Ты встаешь слишком поздно. Где-то там старательные или скучающие студенты задумчиво склоняют головы к партам. Возможно, обеспокоенные взгляды твоих друзей сходятся на твоем незанятом месте. Ты не напишешь на 4, 8 или 12 страницах то, что знаешь, то, что думаешь. То, что, как ты знаешь, следует думать об отчуждении, рабочих, современности и досуге, о служащих и автоматизации, о познании другого, о Марксе, сопернике Токвиля, о Вебере, противнике Лукача. В любом случае ты бы ничего не написал, так как ты мало что знаешь и ни о чем не думаешь. Твое место остается пустым. Ты не получишь свой аттестат, ты никогда не начнешь дипломную работу. Ты больше не будешь учиться. Ты не подходишь к экзаменационной аудитории, чтобы узнать, какие темы были предложены проницательным студентам. Ты не идешь в кафе, куда по установленному обычаю предписывалось заходить в другие дни, но особенно в этот, где несключительной важности, увидеться с друзьями. На следующее утро один из них позвонит тебе. Ты не отзовешься, когда он постучит в твою дверь. Подождет, постучит еще раз, посильнее. Будет звонить еще, подождет еще. Слава постучит, тихо позовет. Постоит в нерешительности и тяжело спустится. Тебе назначают встречи, на которые ты не идешь. Ты продолжаешь лежать на узкой кушетке, заложив руки за голову и согнув колени. Ты смотришь на потолок и обнаруживаешь трещины, шелушащуюся штукатурку, пятна, неровности. Тебе не хочется никого видеть, ни с кем говорить, не хочется ни думать, ни выходить, ни двигаться. В какой-то день, подобный этому, чуть позже, чуть раньше, ты без удивления обнаружишь, что что-то не так. Что, честно говоря, ты не умеешь и никогда не научишься жить. Что-то постепенно давало трещину, что-то вдруг треснуло. Однако ты не из тех, кто бессонными ночами вопрошает себя, как и ради чего они существуют, откуда они взялись, кто они такие и куда их несет. Ты никогда серьезно не задумывался о первоочередности яйца или курицы. Метафизические переживания не оставляли глубоких следов на твоем благородном челе. Все смешалось, твое прошлое, твое настоящее, твое будущее. Отныне есть лишь тяжесть твоего тела, скрытая мигрень, томность, духота, горечь и остывание нас кафе. И если для представления о твоей жизни понадобится какая-нибудь декорация, то ею окажется невеличественная эспланада, как правило, впечатляющая иллюзией перспективы, где резвятся и взмывают в воздух торжествующие пухлощокие отпрыски человечества. А всего лишь, какие бы усилия ты не предпринимал и какими бы иллюзиями себя не тешил, это зауженная кишка, которая служит тебе комнатой. Этот скошенный чердак длиной в 2 метра 92 сантиметра, шириной в метр 73, то есть площадью чуть больше 5 квадратных метров. Это мансарда, в которой ты не двигаешься в течение уже многих часов, многих дней. Ты по-прежнему сидишь в своей комнате. Ты не ешь, не читаешь, почти не двигаешься. Ты смотришь на рыб, на чашку и выключатель. Ты слушаешь шум улицы, воду. Ты следишь за бесполезными движениями рыб, за почти уловимым движением теней. Это и есть твоя жизнь. Это твое. Ты можешь точно подсчитать свое жалкое имущество, четко подытожить свою первую четверть века. Тебе 25 лет, у тебя 29 зубов, 3 рубашки и 8 носков. Несколько десятков книг, которые ты уже не читаешь. Несколько пластинок, которые ты уже не слушаешь. Тебе не хочется вспоминать о чем-то другом, о семье, учебе, любовных увлечениях, друзьях, каникулах, планах на будущее. Ты путешествовал и ничего не вынес из своих путешествий. Ты сидишь и тебе хочется только ждать. Ждать лишь того момента, когда ждать будет уже нечего. Пусть придет ночь, пробьют часы, пролетят дни, сотрутся воспоминания. Ты не видишься с друзьями, не открываешь свою дверь, не спускаешься проверить почтовый ящик, не возвращаешь книги, которые брал в библиотеке педагогического института, не пишешь родителям. Ты выходишь из дома лишь с наступлением вечера, как выходят крысы, кошки и чудовища. Ты бродишь по улицам. Иногда ты бродишь всю ночь, иногда спишь весь день. Ты бездельник, лунатик, устрица. В зависимости от времени суток, от дней недели определения варьируются, но смысл остается почти таким же простым. Ты чувствуешь себя непригодным для того, чтобы жить, действовать, вершить. Тебе хочется лишь длиться. Тебе не хочется ничего, кроме ожидания и забвения. Благоговейная ложь, которая убаюкивала того, кто замешкался и завяз, потерянные иллюзии того, кто оказался лишним и невостребованным, кто пришел слишком поздно, кто поставил на тротуар свой чемодан и сел на него, чтобы утереть подсолба. Но тебе уже не нужны извинения, сожаления и печальные воспоминания. Ты уже ничего не отбрасываешь и ни от чего не отказываешься. Ты уже не идешь вперед, хотя на самом деле вперед ты никогда не шел. Ты не трогаешься с места. Ты уже прибыл. Ты не понимаешь, ради чего идти дальше. В один из чересчур холодных декабрьских дней текст, в котором ты потерял нить, растворимый кофе, у которого оказался слишком горький впривкус, вдруг несуразно совпали. Этого оказалось достаточно или почти достаточно для того, чтобы что-то раскололось, разломалось, разладилось, и в твоей коморке явилась грустная, глупая, как ослиный колпак, и давлеющая, как слова Ргафио, истина. У тебя нет никакого желания преследовать, защищаться и нападать. Твои друзья потеряли терпение и уже не стучат в твою дверь. Ты уже не ходишь по улицам, где они могут тебе повстречаться. Ты избегаешь вопросов и взглядов того, кто случайно оказывается на твоем пути. Ты отказываешься от предложения выпить по кружке пива или по чашке кофе. Тебя защищают лишь ночь и твоя комната. Комната с узкой кушеткой, на которой ты продолжаешь лежать, с потолком, на котором ты каждую секунду обнаруживаешь что-то новое. Ночь, когда в одиночестве, тебе случается ощутить себя как будто счастливым от шума и света, от движения, от забытья. От тебя не требуют слова, желания. Ты следуешь за потоком, который движется туда и обратно, от площади Республики к площади Мадлен, от площади Мадлен к площади Республики. У тебя нет ни привычки, ни желания ставить диагнозы. Тебя смущает, волнует, пугает порой, возбуждает не внезапность перемены, а как раз наоборот, тяжелое и смутное ощущение, что это не перемена, что ничего не изменилось, что ты был таким всегда. Неужели все эти 25 лет ты ничего не знал о том, что сегодня оказывается уже необратимым? Резкое и мучительное желание больше не слышать, не видеть, оставаться безмолвным и неподвижным. Безумные грезы одиночества. Потерявший память и блуждающий в стране слепых. Пустые и широкие улицы, холодный свет, молчаливые глаза, по которым скользил бы твой взгляд. Ты представляешь себя навечно неуязвимым. Если бы за твоей спокойной и надежной историей послушного ребенка, прилежного ученика и славного товарища, за очевидными, слишком очевидными признаками роста и созревания, карандашными отметками на косяке двери в туалетную комнату, дипломами, длинными брюками, первыми сигаретами, раздражением от бритья, потреблением алкоголя, ключом под ковриком после субботних вечеринок, потерей невинности, первым полетом, первым боем, с самого начала цянулась другая, постоянно присутствующая и недосягаемая нить, которая отныне сплетает привычную сеть твоей вновь обретенной жизни, сшивает пустые декорации твоей утраченной жизни. Мелькающие воспоминания, тонкие штрихи этой явной правды, этого призыва к покою, инертные и размытые образы, засвеченные, почти белые, почти мертвые, почти окаменелые фотографии, какая-то провинциальная улица, закрытые ставни, матовые тени, гостиная с небем, зависшая в луче света пыль, пляшивые поля, воскресное кладбище, автомобильные поездки. В один из четвергов полудни человек с отсутствующим взглядом сидит на узкой кушетке, а на его коленях лежит раскрытая книга. Ты всего лишь мутная тень, твердый сгусток безразличия, безликий взгляд, избегающий других взглядов. Немыми губами, потухшим взором отныне ты сможешь ловить в лужах, на стеклах и блестящих крыльях автомобилей беглое отражение своей замедленной жизни. Твоя рука равнодушно скользит вдоль белой деревянной этажерки. Из крана в коридоре капает вода. Твой сосед спит. Слабое тарахтение дизельного мотора такси на стоянке не нарушает, а скорее подчеркивает тишину улицы. Забытие проникает в твою память. Ничто не произошло, и ничто уже не произойдет. Слабое тарахтение дизельного мотора кто-то из-за доброго.